Середина недели на Мире Белогория, день выхода программы «Сельский порядок». Сегодня она о селе Шлаве Валуйского округа. У нас в студии его уроженец, народный учитель СССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации, краевед Василий Подерягин. Здравствуйте, Василий Савельевич. Рад вас видеть. Искренне, я тоже рад. Василий Савельевич, ну раз вы краевед, вы наверняка знаете свое село вдоль и поперек. Вот есть ли любимые места, куда прежде всего повели бы гостей? Конечно, я занимался историей села Шалаево, изучал. И, конечно же, я вырос в селе Шалаево, корни мои глубокие в селе Шалаево. Есть такие замечательные места. Ну, скажем, вот такое место, которое называется у нас Утким край. Там прошло мое детство босоногое, там я все время находился на реке Оскол в летнее время. Вот туда бы я повел, конечно, обязательно дорогих гостей. Второе место для меня, это, конечно, моя родная Шалаевская средняя школа. В 1954 году я вошел в первый класс и до сих пор нахожусь в этой школе. Вся судьба моя связана с этой замечательной школой. Я там вырос, там мои учителя меня вырастили обязательно. Там находится вот все мое прошедшее время. И вы знаете, честно говоря, я очень благодарен судьбе, что я на всю жизнь остался учителем в Шалаевской средней школе. Разумеется, и Дом культуры у нас великолепный, куда бы я тоже повел, где я тоже с первого класса начал выступать в качестве артиста. Вот и до сих пор я посещаю там, обязательно хожу. Как раз все это у нас есть в анонсе. Давайте посмотрим анонс программы. Шалаево. Самое крупное село в Волойском округе и старинное. Ему 340 лет. Здесь изучают прошлое села, помнят, как шалаевцы сторожили рубежи Отечества от набегов татар. Чтут подвиг отцов Великой Отечественной и живут сейчас так, чтобы оставить и о себе след в истории. Здесь вокруг школы крутится жизнь. Здесь живет народный учитель СССР, а выпускники школы становятся ее педагогами. Здесь сочинили гимн села, и его знает каждый житель. Василий Савельевич, насколько я знаю, вы сочинили гимн села, да? Да. Можете исполнить? Ну, попробую. Давайте. Видал на свете деревень немалая, но все же мне в этой жизни повезло. Люблю тебя, отчизна моя малая, Шалаево, российское село. Плывет заря по скалу раздольному, туман купает деревенский быт. Мое село родное, хлебосольное, не разлюбить тебя, не позабыть. Здесь наши деды в землю вросли. Они оставили нам столько добра, столько счастья, что корнями внуков сходы проросли. И мы теперь живем в этом селе. Вот это я начало только сказал. А там есть еще один куплет замечательный. Моя судьба с твоей судьбою связана. Навек я твой, и краше нет земли. Пусть лучших слов тебе пока не сказано. У нас с тобой еще все впереди. Как здорово, Василий Савельевич. Спасибо вам большое, что есть у нас такие гимны. Ну вот еще один интересный факт. Вас в селе знают все. Это потому, что все ваши ученики? Ну как вам сказать честно и откровенно? Уже мои выпускники, дедушки и бабушки. Значит, с 1973 года у меня был первый выпуск нашей школы. А вот сегодня я хожу в школу как в качестве гостя. И все равно дети меня знают все. А в деревне, ну как не знать друг друга? Тем она и прекрасна деревня, что мы можем пройти мимо друг друга и сказать здравствуйте. В городе этого, к сожалению, не услышишь. Вот это теплота, да? Да, особая теплота. Теплота, забота друг о друге. Если в горе мы все вместе, если в радости друг другу помогаем, у нас нет такой зависти абсолютно. Деревня есть деревня. Ну, Василий Савельевич, и напоследок хочется вот такой философский вопрос задать. Вот Шилаево, ваше родное село. Сегодня вы почетный гражданин Белгородской области. Вы всю жизнь прожили в селе, в своем родном Шилаеве. Почему не уехали? Вот многие сейчас уезжают, стремятся в другие регионы, в столицы. Почему вы всю жизнь в селе? Ну, как же я могу уехать? Я ведь прирост к земле, понимаете? Это значит, корни его надо вырвать из земли моей. Я не могу покинуть свое село. Я не могу оставить свой дом, который я построил вместе со своей семьей, с женой Галины Леонтьевной, с отцом со своим. Как уехать из деревни, которой ты посвятил свою жизнь? И с кем я тут буду интересно в городе общаться? Если у меня там, куда бы я ни пошел, в любой конец. Везде и всюду друзья, приятели, знакомые и наши любимые лица. Где родился, там и пригодился, да? Абсолютно правильно. Спасибо вам большое, что были сегодня в нашей студии. Ну, а программу «Сельский порядок» смотрите сегодня, следите за эфиром.